Добрый день, уважаемые зрители! Мы находимся у нас в рассадном отделении, где у нас, как вы видите, рассада томатов идет вот здесь. В этом году решили нестандартно посадить, потому что, как вы видите, с коронавирусом никто не знает, как получится. То есть в общем потоке, как раньше делали, вот весенний-осенний, сейчас мы решили вот как-то эти сроки отодвинуть, буквально вот две теплицы с разницей. Вот это мы посеяли 1 мая, грубо говоря, вот они как раз недельные, 10 дней прошло, рассада уже, настоящие листья идут. И этот гибрид, конечно, новый гибрид, вот этот цитус мы посадили, она у нас хорошие результаты дал, и как-то нестандартный срок, она, я думаю, будет нормально, потому что сейчас, как вы знаете, вот с этим коронавирусом люди и семена, и сбились, и многие вот высаживали, допустим, раньше очень много, я знал, теплицы, которые вот по этим срокам сажали, плюс еще вот даже с России, с севера оттуда китайцы вот были небольшие эти массовые вот выращивали. В этом году даже в Джамбуле заморозились томаты, поэтому мы решили чуть-чуть нестандартно высеять, может выстрелит, хорошая цена. Почему? Потому что может быть такой сильный, нехватка томатов, именно в пик, вот в августе, сентябре, никто не сеет, сейчас еще семенами проблема, как вы знаете, поэтому мы решили вот нестандартно, вот эти уже 1 мая, которые высеяны, нормальная рассада, еще через 10-12 дней мы уже будем высаживать на постоянное место. Рассада, как вы видите, хорошая, она сейчас, сходы нормальные, и самое состояние растения хорошее. Хочется сказать, что сейчас вот с этим погодой, кстати, погода, как вы видите, климат тоже поменялся. Такие дожди, прохлада, те, кто даже высаживали, вот у нас соседний Тарас, у нас высаживался большая партия томатов, у них все замерзло даже в рассаднике. Многие те, которые здесь сеют этот, тоже у них будет болеть однозначно, фитофтороз, южный фитофтороз, там многие болезни, их надо обрабатывать, потому что это будут большие выпады. Но есть еще вариант такой, который еще не поздно, можно прям сеять, прям на земле, как раньше, дедовским методом. Семена, если в грунт высеваете, то растение выходит очень устойчивым и к болезням, у него очень мощная корневая система, сразу привыкает к этой почвенной среде постоянно и к тому микроклимату, как вы знаете. В любом месте даже томат, где самосевая выходит, эти рассады всегда более крепкие и здоровые растут. Поэтому можно, конечно, еще такой вариант, как раньше делали небольшие лунки, прям в открытом грунте можно делать лунки, хорошая влажность, если будет, то сходы томатов зайдут и они будут намного крепче. Поэтому в этом году надо как-то чуть-чуть делать нестандартные высевые сроки с этим коронавирусом. Проблемы, когда все откроется, я думаю, это все закончится, конечно, все равно все заработает и спрос овощей в любом случае будет очень высокий. Если не хватит, то цены будут высокие, поэтому желательно сеять, я рекомендую, конечно. В этом году вообще-то все заводы, которые это перерабатывающие были, даже трехлетние запасы консервных банок, в этом году это все закончилось. Почему-то говорят все заводы, вот сколько я заводов знаю, они все продукции закончились, и поэтому все эти сейчас заводы тоже заработают, им тоже нужно будет огромное количество продукции. Поэтому желательно сеять, рисковать, сеять, я думаю, будут хорошие результаты. Продолжение следует...